Головоломки Головоломки, давайте признаем, это хоть интересный жанр, но далеко не самый популярный. Я дам вам возможность самим поразмыслить, почему так происходит, сейчас не об этом. Просто попробуйте вспомнить хоть какую-нибудь интересную головоломку, которая была бы еще и подкреплена хорошей графикой, дизайном, да еще и популярной при этом. Portal 1.2? Ну да, а еще? Bridge Constructor Portal? Ну замечательно, а что-нибудь еще возможно, кроме Portal? Да, возможно что-то еще есть, но такие игры можно по пальцам в одной руке пересчитать, ну максимум двух. И тут на сцену выходит Talos Principle и смачно показывает всем фак, подохранительный саундтрек Virgo Serena, стилизованного под католическое молитвословие. И это неспроста, поверьте. Тут все неспроста. Вам понравится. Итак, игра Принцип Талоса это не просто головоломка, это философская головоломка. Если среди моих зрителей есть начитанные люди, они там точно есть, вон я вижу попрятались, то они знают, что Талос это не только машина боли фракции темных эльдаров из вселенной Вархаммера 40 тысяч, нет. Это еще и такой древнегреческий миф, миф о Талосе, из которого мыслители вывели тот самый Принцип Талоса. Если сильно упростить, то это философское понятие гласит, что невозможно избежать реальности. Неважно во что вы верите, если вы, например, потеряете всю кровь, вы умрете, потому что таковы законы природы. Именно это случилось с мифическим бронзовым гигантом Талосом. Говоря еще проще, верь во что хочешь, убеждай себя в чем угодно, ты будешь жить и ты умрешь по законам физического мира. В скомканном виде оно звучит довольно сумбурно, но, поверьте, этот принцип отрезвил и отрезвляет многих возомнивших себя вечными, бессмертными. Не пугайтесь, то, что я вам пересказал, это не является спойлером. Как бы вам сказать, все, что происходит сюжетно в игре, очевидно, ну ладно, почти все. Хорошо, не все, разумеется, не все, но основная часть уж точно. Итак, мы появляемся, да, просто появляемся в виде робота. Это трудно не заметить. Робота в неких довольно красивых садах с явно римской архитектурой, точнее, древнеримской. Это важно. И тут же с небес нам вещает некий голос, представляющийся элохимом. Элохим, если кто не знает, это с еврейского «бог». И действительно, он говорит так, как говорил бы сам бог. Мол, ты мое творение, я твой создатель, все это создано для тебя, познавай, совершенствуйся. Вообще, так как игра минимум наполовину философская и состоит часто из намеков человеку верующему или знакомому с религией, не в стиле «бог это дядька на облаках», а в академическом, например, будет намного проще понять некоторые вещи и провести параллели с происходящим. Ну так вот, выйдя на поляну, мы понимаем, что должны проходить головоломки по воле элохима. Тут и начинается основной геймплей. Мы решаем головоломки, и чем дальше, тем они мудренее. Цель – заполучить так называемый сигил. Сигил – это по факту частичка мозаики. На первый взгляд, глупость какая-то. Робот, бог, пазл. Что происходит? Но впереди головоломки, некогда думать о философской подоплеке, нужно думать о решении задачи. Как правило, сигилы будут закрыты решетками, силовыми полями, заблокированы шарами-минами или турелями, которые вполне могут нас убить. При смерти мы просто отматываем комнату к началу. Чтобы добраться до цели, нам понадобится инструмент. И инструментов этих тут немало. Первый доступный нам – это деактиватор. Он как раз может выключить все названные механические устройства, кроме решеток. Они не механические, они железные. И вот так вот, комбинируя приборы и подкрепляя их собственной думалкой, мы проходим испытания и собираем сигилы. Собственно, с точки зрения корневого геймплея – это все. Тут же мы попадаем в хаб-локацию, стилизованную под древнегреческий храм, откуда ведут множество путей. А ведут они и в комнаты. Есть всегда семь комнат, в каждой из которых по 4-5 комнат испытаний. Ты просто проходишь через поле и решаешь задачу. Как и положено, чем дальше, тем, как я уже говорил, мудреннее становятся задачки. И если быть откровенным, сложными они становятся довольно скоро. Какие-то щелкаешь быстро, буквально на бегу, особенно когда мозг уже освоит правила и сам начинает сходу строить нейронные связи для прохождения игры. Так, собственно, гибкость мышления развивается, детишки. А над какими-то задачками ты можешь нависать по 20-40 минут реального времени. Порой непонятен корневой принцип решения задачи, и самое обидное, что эти принципы будут использоваться и в последующих испытаниях, поэтому ты их просто не можешь решить. Но стоит тебе разгадать этот принцип, и все, теперь ты понял, как и что делать, теперь ты король головоломок. По крайней мере, ты сам так думаешь, решая ранее непонятные задачи, пока вновь не получишь по зубам от предусмотрительных геймдизайнеров-извращенцев, напрягивших такие порой фантастические головоломки, что волосы дыбом встают, даже у лысых. Некоторые задачки просто снахрапу нерешаемы, тут нужен особый инструмент. Чтобы его заполучить, нужно набирать определенное количество сигилов. Вообще, это универсальное правило. Набираешь частей мозаики так, чтобы хватало на пазл, собираешь его в нужном месте и открываешь дверь или предмет. Из предметов тут есть, помимо деактиватора, коннекторы, которые соединяют лучи, которые, мать твою, нельзя скрещивать, будь они неладны, вентиляторы, чтобы можно было прыгать высоко, подносы, на которые можно встать, если их кто-то держит. Только вот держать некому, не беда, есть машины записей, которые фактически клонируют тебя. Нечто подобное, кстати, было в Брейд. Ну и, конечно же, Гексайдер, который яро пытается делать вид, что он не куб. Вот таким вот незамысловатым набором мы и будем орудовать. Кстати, на одной возможности параллель с Брейд не заканчивается. Там также было необходимо собирать кусочки мозаики, но кроме них были звезды. Звезды есть и в принципе Талоса. Это скрытые объекты, до которых нужно умудриться добраться. Если Сигила лежат в конце комнаты испытания, то вот звезда может, например, лежать там же, в той же комнате. И очень хорошо, если ее можно добыть, просто решив уже решенную задачу по-другому. Как правило, этого недостаточно. И чтобы дотянуться, так сказать, до звезды, придется выйти за рамки в собственной голове в первую очередь, и в том числе за рамки конкретной задачи. Нередко решение будет находиться в соседних комнатах с испытаниями. А иногда звезды будут в настолько неожиданных местах и вообще вне комнат, что ты даже не понимаешь, как нужно думать, чтобы додуматься искать ее там. У этих звезд особое назначение. Помните, я говорил о комнате со множеством путей? Этих путей всегда семь. Однако всегда есть еще два скрытых путя. Пути, извините. И один из них скрыт за звездной дверью. По факту звезды это разновидность Сигилов. Всего их в игре 30, и собрать все это та еще задачка. Зато ими можно открыть три таких вот звездных двери и попасть в дополнительные комнаты с особо мудреными задачками, при помощи которых можно добраться до самой сложной концовки, которых в игре всего три. Она не является каноничной, но кого это волнует, честно. Ну и также есть восьмая дверь, заколоченная, и что с ней делать долгое время непонятно. Однако за ней тоже задача, которой необходимо решить, чтобы добраться до каноничной, дикой, интересной концовки. Правда дикой, интересной. Если честно, я был очень сильно заинтригован. Самый же простой путь делать то, что говорит Элохим, ведет к самой простой концовке, самой очевидной и не дающей ответы на все вопросы. И тем не менее, ты решаешь задачи. Путешествуешь по потрясающе красивому миру. Мир действительно красив, как графический, так и дизайнерский. Особенно дизайнерский. Начиная мы в эпохе Древнего Рима, и передана она крайне аутентично. Повсюду характерные статуи, ампитеатры, акведуки и прочие архитектурные объекты, опоясанные природой лианами, деревьями, кустами. В конце концов, это же погибшая цивилизация, и мы на ее руинах. Светит красивое солнце, красиво волнуется море. Что-то не так. Набрав достаточно сигилов, мы можем открыть также второй и третий храмы с комнатами. И если первый стилизовался по Древний Рим, или Древнюю Грецию, то нет, я тут недостаточно осведомлен, чтобы точно сказать. То второй храм, второй стиль игры, Древний Египет. И тут я просто стек на пол от удовольствия, потому что я обожаю Древний Египет. А тут он сделан просто шикарно. Все эти гробницы, фрески на стенах, всюду песок и обжигающее солнце. Встречаются оадисы с ручьями и пальмами. Но что-то все равно не так. В третьей комнате я ожидал увидеть что-нибудь народическое, вроде скандинавской мифологии. Но вместо него там меня ждало средневековье с суровым саундтреком. Да, саундтрек в игре прекрасен, без единого но. Встречаются очень умиротворяющие композиции, но в основном они несут в себе некую мрачность и понемногу давят на тебя, еще более заставляя убеждаться, что с миром что-то не так. Если это Рим, то мелодии будут отдавать духам этой цивилизации. Если Египет, то характерные мотивы точно не оставят равнодушными. А в средневековье также будет соответствующая музыка и визуальная составляющая. Готические замки, статуи ангелов. В храме же так и вовсе звучит та самая композиция Виргосарена, которая исполнена так, что ее легкой уж точно не назовешь. Все здесь будто давит на тебя. И во всей этой красоте ты видишь изъяны. Что-то здесь не так. Хотя по локациям ты постоянно слышишь звуки помеха, а позже начинаешь и замечать их. Те или иные объекты действительно идут помехами. Мир ненастоящий. И это не то чтобы какое-то откровение. В игре можно спокойно сменить вид на третье лицо и узреть, кто мы есть. Мы андроид. В общем-то, по нашим механическим рукам это и так видно. И осознание того, что мы робот в виртуальном мире, приходит очень быстро. Загадка не в этом. Как гласит довольно распространенная надпись на стенах, Мир Программа, Элохим Программа, Ты Программа. Смирись с этим. Надписи на стенах, кстати, тут в стиле Dark Souls оставляются самими игроками. Я это не сразу понял и поэтому думал, уж не персонажи ли это. Но явно русские ники намекали на то, что это все-таки живые игроки. И действительно, помимо надписей, оставленных разработчиками, точнее персонажами игры, надписи, кстати, это QR-коды, которые еще раз намекают нам на наше происхождение, помимо них также есть еще и оставленные игроками. Чтобы их оставить, нам нужно найти ведро краски, хитро заныканное на уровне. Если оставлять сообщение рядом с другим, то можно устроить нечто вроде такого диалога. Я сам видел однажды исписанную стену, где игроки практически общались друг с другом. Набор фраз, разумеется, ограниченный, зависит от твоей осведомленности. Как правило, они намекают на то, что игроки не понимают, что нужно сделать, не понимают, что происходит, и указывают на то, что мир не то, чем кажется. Кстати, та самая осведомленность зависит от того, сколь много записей мы прочитали. Записи здесь содержатся в терминалах, на каждой карте есть такие, иногда несколько, иногда они скрыты. Изначально мы встретим один такой, чтобы он ввел нас в курс дела. Ну, то есть попытался. Что мы узнаем? Что в 2017 году, если мне память не изменяет, было последнее обновление базы данных. База данных – это огромный архив человечества как расы, горкого количества петабайт данных. Было. На вопрос, а почему доступно только 47 миллионов гигабайт, компьютер отвечает, что, как ни крути, данные портятся со временем, а с последнего обновления база данных прошло 99999 ошибка лет. То есть непонятно сколько, но очень много. И что мы имеем в итоге? Человечество явно пыталось законсервировать себя в базе данных, а само исчезло столетие, если не тысячелетия назад. Наверное. Тут только намеки, мы не знаем наверняка. Все, что мы точно знаем – очевидная вещь. Мы внутри компьютерной программы, и нами помыкает компьютерная программа, зовущая себя Богом. И чем дальше в лес, тем больше становится понятно, что это не какая-то съехавшая с катушек программа, возомнившая себя Богом. Нет. Элохим запрограммирован быть Богом, пастырем для своих созданий, то есть для нас. И все, что просит – делай, что хочешь, но лишь не поднимайся на вот эту вот огромную башню, стоящую в центре пересечения трех храмов. Эдакий запретный плод. Нужно ли говорить, что если подняться на башню, фраза Элохима «Ошибка, отслеживаемый объект не на радаре», запрос, совершенно не удивляет. Ты думаешь, ага, я раскусил его, он не Бог, он программа? Да нет же, не раскусил, он и не скрывает, что программа. И в то же время он Бог. Тут все запутано. Распутать клубок помогут многочисленные записи в терминалах. Восстановлено было далеко не все, данные повреждены, да. Но мы по обрывкам, по перепискам живых людей можем сложить уже совсем иной внутриигровой пазл. Не физический, а на уровне понимания. И осознать произошедшее, разгадать тайну мира. Что стало с людьми, есть ли выжившие, что вообще произошло. Но не все так просто. Я не от балды назвал игру философской головоломкой. Если бы в ней просто были задачки по поиску сигилов, она была бы и в половину не так интересна. Чтобы по-настоящему понять сюжет, придется окунуться в философию. И центральным тут будет именно принцип Талоса. Не того, который Бог Нордов, а другого Талоса. Чтобы разузнать о случившемся, мы пытаемся зарегистрироваться в системе, но права администратора может получить только человек. Поэтому мы проходим определенные тесты на проверку, человек ли мы. Очень иронично, учитывая, что в игре это мы не человек, а за компьютером мы все люди. И еще ироничнее факт того, что искусственный интеллект запоминает твои ответы и потом тыкает тебя носом в твои же противоречия. Да, ответы ограничены уже заложенными, однако этого вполне достаточно, чтобы понять несовершенство наших взглядов на мир, на довольно важные аспекты жизни. Вот, например, а что такое вообще человек? Нет, мы-то с вами определенно знаем, что мы люди, конечно же. Но программа резонно заявляет, что любой запрограммированный на это робот будет понимать тоже, что он человек. Не аргумент. И то не аргумент, и это не аргумент. Понимаете, мы ведь действительно не можем доказать ему, что мы человек. Не потому, что мы тупые, или потому, что он тупой, а потому что граница между тем, что является и не является человеком, крайне тонка. И порой очень туго переплетается с тем самым принципом Талоса, принципом зависимости нас от мира. В итоге всего, в диалогах с искусственным интеллектом можно прийти к тому, что, например, лягушки тоже люди. Это один из внутриигровых мемов и возможная надпись на стене после подобного, в кавычках, открытия. Это вот результат наших попыток доказать искусственному интеллекту, что мы человек. И проваливаясь в этих попытках, начинаешь уже и сам в этом сомневаться. Если уж Google Capture порой хрен докажет, что ты не робот, то для полноценного искусственного интеллекта аргументы типа «У человека есть душа» вообще не аргумент. И, наверное, самое интересное здесь то, что искусственный интеллект как раз-таки знает, что же на самом деле такое человек. Ну или думает, что знает. Это тоже очень важный момент. Ведь искусственный интеллект тоже скован определенными рамками. Не забываем о названии игры. А вот живые люди, судя по тому, что писали друг другу, довольно-таки часто в этом сомневаются. А действительно ли то, что мы считаем человеком, человек? И только лишь это человек. А что если тот самый андроид, то есть мы, такой же человек? По крайней мере, по тем параметрам, что обозначено системой, мы в теории можем быть не меньшим человеком, чем... чем человек. Да, тут все очень запутанно и жутко интересно. Такова стезя философии. В общем, об игре Принцеп Талоса можно рассказывать долго, но учитывая специфику, это будет именно рассуждение, к тому же содержащие спойлеры. А основное, что нужно было знать, вам я уже рассказал. Интересные и довольно сложные задачи. Много задач. Кстати, трижды за игру можно запросить поддержку у хранителей. Правда, их сначала нужно найти, решая определенные крайне сложные задачи. А Сигилов, то бишь задач в игре, минимум 120. Потрясающий визуальный стиль. Красота мира, отдающего неестественностью. Птицы кричат, но их нет. Нет ни живой души, ни намека на жизнь, лишь имитация. Прекрасный и гнетущий мир. Не такой гнетущий, как в темных душах. По-другому гнетущий. И очень интересный сюжет, который нужно не просто посмотреть, как фильм, хотя можно и так, конечно, но и обдумать. И, конечно же, много читать. Тут много записей, очень много записей. Век, озвучки всего и вся, игроки уже разучились читать, я так думаю. Придется вспоминать, как это делается. К игре также есть одно полноценное DLC. И, честно, я хотел мельком о нем упомянуть, просто о самом факте его наличия, мол, оно есть. Но чем дальше я его прохожу, тем сложнее оторваться и не пересказать происходящее. Я попробую сказать вкратце без спойлеров. Оно продолжает сюжетно-каноничную концовку, но только теперь мы в особой подпрограмме, мы в гиене, которая как бы не ад, а как бы люди-сведующие понимают, что это именно ад и есть. А если вы не просто поверхностно знаете основу христианства, но и более углубленно, то очень многие вещи из DLC для вас станут гораздо более очевидными, чем могли бы. Теперь мы ищем не сигилы, а людей, запертых в гиене. Большего я вам не скажу, извините. Попробуйте сами. Меня смутило только то, что декорации остались те же, средневековье, Рим, Египет. Очень хотелось бы увидеть нечто новое в исполнении авторов. У них это шикарно получается. Однако есть что есть. Впрочем, с тем, что есть, они управились замечательно. Стало больше открытых пространств. Некоторые настолько гигантские, что думаешь, блин, как эти задачи вообще решать? Однако все вполне решаемо. Открытых не значит пустых. Огромные оазисы, пирамиды, амфитеатры. Знаю, я это уже говорил, но тут это выглядит совершенно по-новому. Короче, геймдизайнеры вновь дали жару. Правда, все-таки про графику и дизайн в DLC можно сказать, что они тут топчутся на месте. Это не то, чтобы плохо, но могло быть и лучше. В любом случае, наблюдать за существованием в кавычках людей, которые пытаются понять нашу с вами людскую природу, постижением искусства в самых его абсурднейших формах, это крайне занимательное времяпровождение. Тем более, что загадки стали еще более упоротыми, чем раньше. Короче, вам явно будет чем заняться. Самое замечательное, что такие игры позволяют по-иному взглянуть на жизнь. Вот, например, ты решаешь головоломку уже много времени, и тебе начинает казаться, что ты перепробовал все. И чем больше проходит времени, тем больше ты укрепляешься в этой мысли. И уже будучи в отчаянии, ты обращаешься к источнику знаний, в данном случае к прохождению в интернете. И получаешь ответ, настолько же нелепый, насколько и нелеп сам вопрос. Да, решение есть, и оно элементарное. И тогда ты думаешь, ну ёкарный же бабай, ну я же был так близко, я был в шаге от решения. Мораль. Во-первых, не нужно сдаваться. Иногда решение так близко, что просто протяни руку. Но мы этого просто не видим. Во-вторых, не нужно думать, что если ты до каких-то моментов не можешь додуматься своим несовершенным умом, то все это чушь, небылица и бесполезная трата времени. Часто это небылица лишь в силу нашего невежества. Я очень люблю подобные игры-головоломки, игры, которые стимулируют мышление, которые подстегивают тебя думать. Всегда хочется узнать, как минимум, как же разработчик додумывался до таких вот комбинаций. А если к этому прибавить еще и замечательный сюжет, и подсюжет, лор, так сказать, получится нечто потрясающее. Нечто, что называется Азоталос Принципал. Крайне интересный атмосферный проект, достойный вашего внимания. Азоталос Принципал